здравствуйте глубоковажаемые любители летных вида спорта нам сегодня несказанно повезло мы опять летаем с клаусом ольманом вот он смотрите где вот он вот вот его планер он готов мы летаем по сегодня под литовским флагом сборной литовской республики на самом деле не в ладос но неважно в общем мы готовимся к полету погода как вы видите ну просто фантастическая на юге будут развал и грозы снежные ливни и прочее а мы пойдем на север туда мы пойдем летим за клаусом поэтому все буду вам рассказывать такая штука должна получиться погода бомба контент огонь друзья мы взлетели клаус экономит батарейку перешел в гладкую конфигурацию нам топлива не жалко ну решаем немножечко повыше забраться чтоб второй раз не перезапускаться если что но видите клаус без мотора набирает ничем не хуже чем мы с мотором вот что значит мастерство но зато я могу поснимать его всласть так друзья мы стоим потоки уже мотор у нас заглушен но еще не убран поэтому у нас достаточно приличное сопротивление и мы потихонечку наше преимущество которое получил над клаусом набрав выше теряем это абсолютно логично мотор еще не остыл никак не капельки еще надо минутку немножко его постужать и все и жизнь наша наладится но она и так хороша поток есть учитель рядом что еще желать да немножечко тенями заволакивает сейчас пространство вокруг друзья сегодня обещают переразвитие возможно какие-нибудь грозы в общем будем посмотреть что с этого получится поэтому именно поэтому мы идем на север там прогноз погоды лучше видите здесь 12 часов 30 минут и вот и сколько уже таких мощных развитых кучевых облаков так что посмотрим как нас сегодня будет весело клаус друзья поменял поток он перелетел а мы пока возили с рацией немножечко задумались его потеряли но принципе более-менее понятно куда он пошел посадите сейчас разница у нас по высоте огромная но у меня скорость 200 выплескиваю энергию об мы практически сейчас сравняемся по высотам тех подстроился к нему хвост у нас у нас одинаковая высота вот так это выглядит есть клауса а им он frequency а клаусаем follow you сейчас будем по радио договариваться в общем стоим в потоке друзья все не буду отвлекаться на видеосъемку пока буду вам фрагментики снимать а то от учителя куда-нибудь отобьемся будет некрасиво друзья мы сзади за клаусом идем и у нас отсутствует радиосвязь точнее у нас а клаус нас не слышат друзья движемся за учителем но не знаю как там что будет сегодня потому что будем висеть тупо на хвосте у нас проблема со связью калки не работает рация посмотрим чему выжим из этого мелочей не бывает причем она работала работала но он нас не слышал а потом все и не работает конечно может быть и у нас рацию не работает на вроде у нас светится сюда батарея в норме летим сейчас друзья мы над горой ажур и классический с клаусом дельфинем на этой горе то есть на плюсиках немножечко берем энергии скорость сбрасываем эти на минусиках будем разгоняться вот клаус прошел уже плюс я за ним и я повторяю прям его движение в данном случае особо не думая ну а думать надо в этом случае когда летишь паре на темой какие планы почему он почему клаус и вот видите довернул налево но я бы тоже повернул налево понятно что в этих местах мы летаем давно об вот он стал поток завернул налево сейчас встал поток об мы за ним встаем от закрылок и гаражур дала хороший поток стоим набираем пары мы по стараемся держать его 1 3 виража чтоб не он у нас на хвосте было мы у него подцентровывать нужно хорошенько чтоб не отстать хороший поток 3 метра в секунду средняя скороподъемность будем набирать пойдем пойдем дальше на восток сейчас у нас видимо луч на восток а потом пойдем на север вот так вот можно летать рядышком друзья клаус после выхода из потока выпустил воздушные тормоза и вот так нас благополучно красиво пропустил и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что сейчас будем здесь набирать Путь на север открыть Сначала на восток А потом на север будет все хорошо Ничего хорошего, друзья, мы не нашли на горе Малук Какая-то рвань, дрань Поиграли с Клаусом воздушный бой чуть-чуть Он у меня на хвосте висел Так достаточно ярко и красиво Я так и не смог его сбросить Но потом он сбросил Ну, как это, полетел вперед И стало понятно, что мы идем дальше Так что тренировка Все-таки в паре То я у него на хвосте, то он Красота Идем дальше к озеру Серпансон Озеро Серпансон у нас показалось На горизонте Мы быстренько до него долетим Дельфинем периодически Это сброс скорости В восходящем потоке И проход нисходящих потоков На высокой скорости В верхушке гор у нас подсвечены снегом Красивые кадры, друзья Клаус подлетает к озеру Серпансон Мы идем без наборов Просто дельфином шпарим Высота у нас достаточная Два километра у нас сейчас Впереди хорошие перспективные потоки Облака Так что Смело идем Я думаю, вот под этим облаком ближайшим Мы скорее всего немножечко наберем Такую высоту под кромку Чтобы нам хватило перепрыгнуть Безболезнь на этой горы Дорвьюз Это не составит труда здесь Уменьшу скорость Да, сейчас уменьшу скорость Но я сначала его догадю, а потом уменьшу И мы видим, смотри Мы уже в потоке, да Да, нет Ну сейчас просто Я сейчас подскажу к нему Чтобы поснимать его получше Вот поэтому Сейчас он на солнышке окажется У Клауса открытый, не шашайся Видите Так что это создаст нам Некоторое преимущество на маршруте Потому что у него сопротивление сейчас немножко больше Он под поток подворачивает Мы за ним Радиосвязи у нас нету Это, конечно, крайне обидно Ну, Клаус выше до 50 метров Ну, мы сейчас за счет скорости чуть-чуть Проходик снимем Смотрите, как красиво О, красота какая Да Опять немножечко его обгоним Ну и посмотрите вид на озеро Серпансон Пока мы обгоняем Клауса Как это красиво отсюда смотрится Озеро Серпансон сейчас начинает наполняться уже талой водой Очень красивые виды Как бы выскочить выше Клауса И заснять его на этом озере Оп Он в поток встает Или что это он сделал такое Просто развернулся вбок Ага Вот На следующий горку он там Да, пошел на следующий поток Но я не думал, что мы сюда пойдем Ну ладно Здесь гора интересная с антенками Вон, по-веди, вон, нет На благо отдохловатые Смотрите-ка В тот случай, когда Клаус решает Пойти назад немножко Нам по маршруту сюда не очень выгодно Мы прошли под этим красивым облаком Ничего не взяли И вот сейчас идем под следующее Не пошли к озеру Ну правильно Вот это облако перед крылом Видите, у него практически нет подошвы Следующее есть тоже какое-то ркалаковатое Поэтому, в принципе, Клаус принимает верное решение Тем более, что мы потом на север планируем Но мы за ним Нам интересно Тактика другого человека Это самое интересное Что может быть для планилиста Друзья, посмотрите На каком холмике мы взяли поточек Поточек взяли хороший 2,5 метра в секунду Клаус с нами вместе стоит в этом поточке Радиосвязь как И работала, так и не работает Но мы набираем Продолжаем набирать Посмотрим, что с этого выйдет Красиво елочки так растут на этом вот Лисочки прям зашибательские Поток хороший, сильный Интересный Погода бомба Че зашибись Ну сейчас, по сути, над каждым таким полником Если есть облачко Полник Можно прогнозировать, что есть и поточек Фух, тяжело, конечно Ответственность И главное, что очень-очень-очень интересно Продолжаем набор Ну что ж, сплошные хорошие новости, друзья Во-первых, мы Клауса догнали по высоте Сели мы опять на хвост Это первая хорошая новость А вторая хорошая новость, что мы его слышим Точнее, он нас слышит Мы его нет То есть у него на Хрюк идет фураться и все Мы его почему-то не слышим Но зато слышит он нас Так что это уже Очень хорошо О, видите, потеть фонарь начинает Я открою чуточку Да, открой чуточку окошка Потому что мы поднимаемся уже к облаку Уже почти кромка Сейчас посмотрим Мне очень интересно, куда Клаус выйдет Я вот этими центральными хребтами довольно редко хожу Я чаще всего хожу южнее Все, он отошел Клаус вышел Скажи, что мы за ним Скажи, Клаус, я follow you Ну, Клаус, смотри Смотри, как он кивает Друзья, вы видели, как Клаус кивает Прикольно То есть он по тангажу Периодически прыг-прыг-прыг-прыг-прыг Сейчас будет Клаус на фоне озера проходить Смотрите, как это красиво Чудо-красота Посмотрите, друзья И Клаус летит И мы летим И озеро Вообще Вау Фантастика Сейчас он пикирует Пропускаю его вперед Сейчас мне безопасно уменьшить скорость до минимума Чтобы, если Клаус захочет стрельнуть в потоке Отормозиться, чтобы мы с ним Друг дружку не поцеловали О, теперь я опять за ним Разогнался И смотрим, где Клаус будет дельфинить Ой, как красиво, друзья Оно и не менее красиво озеро Вы посмотрите, как это выглядит Потрясающе Оно реально сегодня очень-очень Такого классного цвета И это все сочетается, посмотрите С гладью С голубизной С планером на заднем фоне Ой, на заднем, на переднем Здесь я уже чуть-чуть заикаюсь Чуть-чуть сменю ракурс От радости От радости, да Я так понимаю, что мы идем к горе Маргон Вот прям по курсу Маргон Мы туда идем Да, на Серпансоне Посмотрите, ветер явно присутствует Видно даже, как он дует Клаус, чуть сзади нас У меня есть скорость Летим Летим, друзья Любуйтесь красотой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну, такой, друзья Такой полет в паре требует Достаточно хорошей координации Я вот, например, вообще на скорость не смотрю Так иногда мельком гляну Какая? Ну, потому что ты чувствуешь по шуму ветра Уже по планеру и куча всего Поэтому мой совет Для пилотов, которые начинают учиться Меньше смотрите на скорость Естественно, это все в пределах разумного Потому что Скорость это жизнь И ее прощелкать будет крайне неправильно Ну, и когда пилот летает по приборам Это вообще ужас, ужас, ужас То есть ты должен в этом случае смотреть На эту скорость И ты можешь просто не увидеть соседний планер Почему мы всегда Не сильно-то боимся рядом летать Да потому что мы привыкли летать рядом Итак, друзья Мы пошли на переход к горе Маргон Не стали Я не стал добирать максимум Клаус не стал добирать Я метров на 50 ниже него И идем вдоль горы Маргон Ну, как она хорошо держит нас Вы посмотрите Вот, как замечательно Маргончик наш работает Оп Так что мы прям Шикардосно взяли Два с полной метра Клаус немножечко быстрее летит, чем мы Надо нам сейчас Как только минус какой-то пойдет Подразогнаться Вот сейчас, например Мы вдоль Горы Маргон О, еб***ь, тудей Вот нас Переколдошматило Клауса видишь В конце горы, да, вижу, да Он за горой Нет, не за горой Он вот впереди Чуть правее Ну, а мы, друзья Вот так вот идем Близко к рельефу Красиво И вам красиво И нам И смотрим Клаус поворачивает направо Почему направо? Не знаю Но поворачивает В рас свою скорость И присоединяюсь к нему Может здесь поток стоит Сейчас посмотрим Нет, он собирается вдоль Маргона Еще разочек пройтись Я так понимаю, что он прощупал всю горку И решает еще один проход сделать Ну Вполне разумно Ну посмотрите, как просто красиво Безумно Насколько снег Белоснежный Вот красный Эти выходы скал И вот как Клаус смотрится впереди Вы видите, да Что Какая черточка планера Все На фоне снега Вот, собственно К вопросу Зачем нужны нам эти Плармы Потому что Ну нифига планер не видно Я сейчас специально Клаус чуть-чуть подвыпущу Чтобы вам еще Показать, как он смотрится Ну, друзья Смотрите, как он смотрится Вот так он смотрится На снегу Черточка и все Плюс еще, видите Блики засветок на фонаре Мы практически беспомощны Увидеть встречный планер Если внимательно не смотрим Но, Яков Ты же внимательно смотришь? Да У меня верный Копайлот В передней кабине Без него Я бы в такую авантюру не вляпался Чтобы сейчас По такому снегу Оп Как наш моргончик Он пошел влево Да, я вижу Видите, как красиво получается Вау Снег и вода И мы закручиваем Клаус, похоже, просто Любуется видами Больше, чем набирает Я представляю примерно Куда он хочет Вон он ныряет Да и мы за ним Что нам Терять В долину Бриансон Парабланилисты могут представить Мы сейчас ныряем 30 км в час Попутный ветер Мы ныряем в ротор Вот он, ротор Ну и смотрите, как он выглядит Никак Как бездная энергия Вот, Клаус летит Выше нас Как всегда И мы сейчас Немножко его обгоним И попробуем заснять На фоне Противоположного Стороны гор Сейчас какой-нибудь Плюсик пойдет Чтобы нам Не в минусе Разгоняться Вот, Клаус Видите, шасси у него Прям вообще Вывалилось Это он может быть Специально его выпустил Чтобы мы С него одинаково летели Такое вполне возможно Чтобы вечные Интерцепторы Не выпускать Видите, над нами Как учитель издевается Взял, выпустил Шасси Бывает Тейла, шары Знаете Аисты Когда детишек своих учат В августе Они выпускают ноги Так в поток Растопырку Такую делают И показывают И они, кстати Парапланилистов И дельтапланилистов Часто принимают За учеников Подлетают Растопыривают лапы Там как-то делают Такую мохнатую конфигурацию Не очень летную И показывают Вот, посмотрите Ну и набирают в потоке Вот, смотрите Поток Эй, дурачки Малолетние Ты видел такое? Да, я видел Действительно очень классно Вообще У них просто инстинкт Улучшить летать Поэтому Если в августе Там в сентябре Увидеть Аиста То как раз В этот момент У Аистов Подрастает Подрастающее поколение И очень можно Красиво Замечательно Вместе Полетать с Аистами Они очень красиво И хорошо летают Вот Дарина Бриансон Повернула налево Там видно В принципе Аэродром Сам Крипан Да Ну и Клаус Летит вот Прямо по кусту Склон Здесь Городонежный курорт Я думаю Что здесь Мы какие-то Наборчики Возьмем Вот так вот Красота Держивайся На хвосте У него Чуть справа Потому что Отсюда светит солнце И вообще-нибудь Красивее Снимать получается Наверное Надеюсь Надеюсь Что я Учителю Не мешаю Сейчас Чуть Подостану Да Главное Чтобы батарейки На такое шоу Хватило На самом деле Красивейший Полет Я вот Возьму Чуть на склон Дальше Клаус Левее Оказывается Насколько мы Рядом Со склоном Летим Ну я его Краем Глаза держу Ну вот Склончик Проплывает Ну чего Такого Ну рядом Но ужас Ну не ужас 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 Точно же Ужай Как в елочке Проплывает Стал с долинкой Немножко больше Пошел Меня приподнимает Я тут Грех Немножечко Не дефильнуть Но учитель Идет вперед И достаточно активно Поэтому Да И он похоже Закручивать Сейчас будет Я к нему На хвост Тут уже Надо Здесь цеплину Соблюдать Мы сменим Немножко Ракурс Может быть Оп Нет Еще не собирается Набирать И на фоне Снега Его опять Не видно Оп Так Где мы будем Набирать Где мы будем Набирать Где мы будем Да представляю я Где мы будем Набирать Впереди горы Я видите Не успеваю Из-за клаус Слить Из-за блоками Интересно Как же формировать Своё мнение Почему он пошёл Немножко туда Интеп всегда Очень полезно Ну вот У нас С левой стороны Система Ой Баршеваль Вот эти склоны Там можно будет Хорошенько Тоже набрать Но мы Видите И сейчас Идём В плюсиков То есть Мы как Собственно Без особого Снижения Летим Опять Поближе Клаусу Сейчас я Опять Справа От него Окажусь Ну Поснимаю Его Как раз На фоне Паршеваля Ну вот Когда шасси У него Выпущено Можно сказать Что мы С ним Практически Одинаково И летим Не сильно Отстаём Сейчас Красивый кадр Постараюсь Сделать Вот Сейчас я Уменьшаю Скорость И сзади К нему Подхожу Понятно Что можно Было бы И ближе На кадрах Вам кажется Что это Очень Далеко На самом Деле О Похоже Плав встаёт В поток Видите Как мы Удачно С ним Пристроились Эти Может и получится И вот смотрите Сейчас хорошо Видна гряда Под которой Мы прошли Видите Гряда По склонам Идёт Клаус Тупо Парней Дунул И дунул Хорошо Поток Мы Мазанули Сейчас он Чего-нибудь Куда-нибудь Протянет Снизу Горнолыжные Курорты Красивые О Смотрите Какое водохранилище С питьевой водой А какой цвет Потрясающий Представляете Там Выступаться Только не сейчас Друзья Мы практически Выбрали Кромочку Вот Клаус Посмотрите Что творит Как летает Мы стоим в спирали Он там Над нами Такие пероиды Выписывает Ух Красавчик Я просто Встаю За спирали И не хрюкаю Вот как выглядит Эта система Уже с большой высоты Сколько мы набрали Мы набрали 400 метров Не так сказать Что сильно много Ну практически Кромку Кромка получается Не очень высокая Всего 2800 метров Ну так Хотелось бы И лучше И выше Но Для весны Это нормально Видно Что погода И дальше Хорошая идёт Так что Ждут нас Ещё приключения Так Клауса Не вижу Где Справа Справа На 3 часа Ниже немножко Да Да Куда Он полетел Куда-то Где он справа Справа На 3 часа Он там был Видишь его Да Я потерял Ну по идее Он куда-то Сюда должен был Пойти Да Вот мы опять Друзья Потерялись Самый А Вижу Вон он Сейчас мы его догоним У нас преимущество По высоте Зайдёт Против солнца Шутка Сделаю Видео с ним На фоне озера Серпансон Которое Вот оно Слева Осталось Мы идём С достаточно Высокой Скоростью Я сбрасываю скорость И мы сейчас Поднимемся На уровень Клауса Сделаю кадр Вам Красивая Оп Такая болтаточка Неприятная Поэтому Склоз подворачивает К Паршавалю Мы тоже Вот Паршаваль у нас Вот сюда Я подверну К склону И сюда Собственный Клаус Придёт Чуть-чуть Дальше От склона Ну тут Двояко Где могут быть Потоки Могут быть Прям по склону Стелиться Вот здесь Отрываться Может отрываться Раньше Шансов Что отрывается Раньше Больше О Смотрите Какой Снежный склон Крест Ещё что-то Тут Вот вам Тоже Красивые пейзажи Мы пошли Похоже Идём дальше На север Оп Делаю Небольшого Дельфинчика Клаус Скорость Не сбрасывает Шпарит Просто Как танк Идёт По скорости Просто Как танк Но вот это Вот не взять Это друзья Ну хотя бы До 150 Я сбросил Он под нас Немножко залез И что он там Не встаёт Спираль Нет Нет Гонимся Просто Супер Вот он Поднимается Красота Как у него крылья Трясутся Вы видели Друзья Он такой Болтаточка Присутствует Будь здоров В расчёт Что впереди Вот эта вот Стеночка Дает Хороший набор Но Видите Клаус идёт Спортивно Без всяких Выкрутасов Так Мы выше склона Хоть проходим Проходим Надо посмотреть А то знаете Как это Врежешься Как увлечёшься Полётом Бах Бабах И всё Главный Просил Скорость Подтягивается К этому Склону Ну Не знаю Будет он Поток Вставать Поток То нет Я Друзья Перепутал Горы Немножко Не так И поназывал Фаршаваль Вот он Я думаю Что такое Всё Видите Как Не сам Пилот Не сам Ведёшь Маршрут Постоянно Как отвлекаешься Вот Влево Уходят Даяна На Приансон А вот у нас Фаршаваль По центру кадра И вот у нас Аэродром Сан-Крипан Перед крылом Куда мы можем Если что Приземлиться А вот Впереди Клаус Друзья Не могу С ней снять Клауса Каким-нибудь Городочком Зовите Какой красивый Городочек Вот так И вот Это горочка На которой Мы 100% Будем набирать Вижу даже Где Клаус Там зацепит Поток Слева По центру кадра У вас Паршаваль Над ним Прям видно Красиво идет Стенка Из облаков Вообще Можно не думая Туда идти Клаус Хотел Чуть поднабрать Здесь Но На Паршавале Сейчас нас Выплюнут Под эту кромку Мы помчимся Дальше На север Вот граница С Италией Друзья Совсем недалеко Видно Что кромка Граница Италии С Италией Растет Там же Вообще Высоко Сейчас у нас 3,5 Ой 2,5 Тысячи Будет повыше Вот Смотрите Вот Как красиво Смотрится Клаус О Подходит Паршавалю К склону Сейчас как раз Удачно Ракурс Я его снимаю На фоне склонов Как это красиво Выглядит Скорость у меня 150 Сейчас Будет Наверное Сбрасывать Тоже скорость Для того Чтобы В набор Встать Вы видите В данном случае Немножко дальше По склону Он поближе Но красиво Смотрится Это Чуть-чуть Он увеличил Скорость Вот это Система Паршаваль Очень Хороший Склон Парночка Выручалочка Почему так Происходит Но сейчас У нас По левому Борту Находится Долина Начало Долины Бриансон То место Откуда С озера Серпансон Рукав заходит Если вам быстро Покажу Вот смотрите Вот она Долина И по этой Долине Несется Ветер В рис Вот так Он сейчас И дует Смотрите 20 км в час И вот Летит Клаус Фактически Мы сейчас Летим В динамике Да Клаус Видите Ближе К склону Идет Соответственно У него Набор Есть А мы Как дураки Без набора Остались Сейчас Прижмемся И мы Потому что Иначе Перестанет быть Томным Вечером Мы тебе Прижались К склону Это к вопросу Почему нужно Успеть Уметь Летать У склона Да вот Потому что Сейчас Умение Летать Вдоль склона Близко Ничего Не наберешь Вот смотрите Видите Насколько Разница То есть Клаус Грамотнее Прошел Кусок Ближе К склону Работая А мы Кинематографом Занимались И вот Результат Было у нас Выше Метров На 50 Теперь у него Ну Теперь мы На хвосте У него Крадемся Санкрипан На нем Проводятся Классные Очень соревнования В классе СК-13 Такие двухместные Планировки Они раскрашены Бывают Всякими цветами Разными Очень красиво Летают Так друзья Пролетают Скалы Мимо нас Мы Практически Весь Паршаваль Пропрыгали Вот эта скала Характерная Здесь бывает Очень Очень удачный Набор Вот Как-то я сюда Суего ученика Сергея Завел Он уже На своем плане Летал Шляхер Новый Купил 18-метровый И вот он Здесь Первый раз На этом Шляхере Был И Конечно Откалашматил Она здесь Будь здоров Мы даже Это назвали Битов Припаршевали Потому что Здесь собралось Наверное Штук 15 Планиров И все Пытались Набрать высоту Вот с этого Ребра Которого Наблюдаете Выбраться Вот на каменный Такой зуб Который торчит Над пептом И с него Дальше Уже Еще и турбулентно Вот тут Нас конечно Колыхало Колобродило Будь здоров С тех пор Это место Я называю Битва Место битвы Припаршевали Но у нас Нехуда бедно Нолик Высоту мы Не набираем Интересно Что Ой Вот это Крякнуло Нас Вам друзья Не видно На картинке Потому что Стабилизация Работает Но мы На ремнях В общем-то Отвисли Вот я вам Говорил Что битва Припаршевали Вот собственно Оно так и есть Как Клаус Сейчас В какой-то Восходящей части А мы В каком-то Нисходящей жопе Протянул Сейчас скорее всего Дернет ручку И мы Дернули ручку Вот плюсовая зона Практически Мы на высоте Клауса Отдаю ручку От себя Иначе скорость Потеряю До неразумного Предела И пытаюсь Закрутить Друзья Вот сейчас Туже Вот это Вот прям Битва Припаршевали Крен максимальный Скорость 140 И дренифеня Как это Говорила Одна моя Знакомая В жопу Такие ладушки Ох И клаус На и клаус Уже легче Два метра в секунду Друзья Несмотря на то Что Такие забросы Идут Бодренькие В этом потоке Суммарный набор Смешной И незначительный Какие-то жалки Два метра в секунду Вон Сейчас заброс Мощнейший Казалось бы Должно быть Прям ух А на самом деле Так Ерунда Какая-то Все возможно Надо протянуть Сейчас чуть-чуть На По ветру Фактически Что-то мне подсказывает Что вот сюда Вот капельку Буквально Сейчас перетянешь И будет еще хуже Я протягиваю Вот На склон Оп Видите, у меня даже Ой Сделал я глупость Нет Может, не глупость Может, и не глупость Я сделал Да Да Протянул я Верно Теперь Сцепиться в зубы Сделать максимальный крен И постараться удержать Ядро потока Сразу Скороподъемность Уже до трех Подскочила Вот Клаус Нас Естественно Обогнал Оп Ну, неплохо Неплохо Все равно Потихонечку Покарабкаемся Вот это места Друзья Такие Места С высокой Турбулентностью Видишь, много Хребтов Течет ветер Он как бы В этой долине Поворачивает Сейчас он течет Вдоль То есть он В каком-то месте На Гием На Паршаваль Тек А сейчас Его развернуло И дальше Он идет Вдоль долины Со стороны Крыла Сейчас ветер И понимаете Что каждая Вот эта ребрышка Дает свою лепту Общую турбулентность Но мы выбрались Все хорошо Три метра в секунду Набираем Итак, друзья Мы Отлично Набрали И дальше Идем курсом Строго на север Вот как это На гранечке Видите Выглядит Нет, как говорится Пропало Но он на самом деле Есть Ведь Кларм Иногда Антенн потеряет Неплохо Вот с левой стороны Место с красивым Ледником Не знаю Сходим мы сюда Туда Сегодня или нет Ну, по крайней мере Панорама Альп Открывается Фантастическая Все в белом снегу Потрясающе Красивые Вот там где-то Куда крыло показывает Далеко там Монтевиза Прячется в облаках Так, лау Скорость увеличил Надо бы и нам Закрылок на Двоечку перестать Ага Вот По каким Красивым склонам Мы несемся И пойдем Я так понимаю По максимуму На север Дойдем Наверное На Дубриансона Сколько-то там А дальше У меня план Непонятен Может на ледник Сходим Может еще куда-нибудь Клаус Переди Немножко повыше Да За вот этим вот Склончиком Впереди Город Бриансон Находится Вот он Открывается Город Бриансон Такие красивые Скалы у нас сбоку Такая вот Экскурсия Потрясающая Сейчас я чуть-чуть Сброшу Скорость Здесь нас Немножко подбросит Ага И Клаус Тоже скорость сбросил Ну и он дальше По ребру идет Плюси набирать Не планирует Да и смысла нет Набирать Мы сейчас С дельфином пойдем И вот я вам показываю Друзья Город Бриансон Красавец Бриансон Очень Красивое место И город Такой старинный С какими-то Прекрасными Улочками И Выше сразу У него Еще один городочек И там уже Граница с Италией Ну вот Вы смотрите Сейчас Там за блоками Италия А мы Побучались За Клаусом Дальше Посмотрим Что он нам Приготовил Еще Дальше Дальше Субтитры создавал DimaTorzok